вот так вот браться 9 часов вечера и это с 12 дня 9 часов оформляли выехать там не упереться в кого-нибудь что думал сначала постоять до утра там часа в четыре поехать потом думаю не днем подремал в общем-то валить надо отсюда потому что что-то тут мне уже поднадоело это стояние а и 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 нас квиточек садим тому же сегор армянская грузинская не они давали когда мне ваша пломба у меня груз растаможен все смотрите колечко на выезд подсобралась немножко небольшая да как все долго-то долго-долго 9 часов оба ехать там не туда пятигорска 220 километров но тут же сейчас начнется малка швалка урух мурух еще и до них тут куча всяких чудо уруха остановит сейчас тут транспорт не кинает блин и же останавливаться не буду думал постоять уже до утра так говорят это типа они как документы отдают когда машину подгонишь ладно поехали посмотрим может где-нибудь сегодня сейчас надо ехать проходить все эти палки все остальное прочее завтра на рентгенах и зависать подстойник чоколейки нет мигалки какие то че здесь за контрол мигалки какие то че здесь что здесь такое поехала мне махнул ежай гайцы российским номером махнул ельц армянский остановил да что ж это такое тут на этом участке Все экипажи собрали, что ли? Все хорошо, братское сердце? Лучше всех Спасибо, до свидания Нет слов Без комментариев Напишите сами Красавчик, братское сердце Огонь Это с мигалками тут понасобирали Летом проехали уже мимо Ограничение с новостями Нет, это уже А, казоозы Да нет, да, казоозы Грузинские едут Владикавказ Вы превышаете допустимую скорость Вы превышаете допустимую скорость Обиделся, наверное Я сюда, когда еду Я никогда не останавливаюсь назад Делать мне больше нечего Вот еще останавливаться Опять у нас Владикавказ Ночью получился Ну что сделаешь, не моя вина Ночью, видите Подгрозовые эти Блики Сверкает так хорошо Вон, смотри, что творится Наши должник уже начался Ну слегкает так хорошо Ну слегкает так хорошо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дobilки Оливки, кофе, компоты в Армении. У меня три, все три давать или одной хватит? Три ЦМР, три давать или одной хватит? Да, конечно. Что? Как положено можно было, там пару коньяка домой взял, да и все. А, вопросов нет, служба? До свидания. Ну, как бы еще не критично. Сейчас вот. Ой, через десять километров урок будет. Ой, будут досмотрят, не будут, я имею ввиду, там светить не будут. Совсем, говорит, скучно, спиртного сколько. Света музыка, да, братцы. Вот с самого этого, вот лакзива кавказа еду и вот так вот циркает, 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 не переставая. Как горы освещает. Поехали, что нам врухи скажут. Ну, там с левой стороны как бы резвый был, хотел левым пасом пойти. Через сто метров держитесь левее. Что, как бы колейки нету? Держитесь левее. Отправят на рингент, так отправят. Ограничение скорости десять километров в час. Проедите шестьдесят пять километров. Не отправят, так не отправят. Посмотрим сейчас. Здравствуйте. Оливки, кофе, напитки, компоты вернее. Оливки, маслины, поводной и кожи. Маслины, оливки. Нет, смотрите, яйца. Урух отправил нас ехать мимо. На рентген не погнали. На регистрацию не знаю. Никто не тормозил, поехали. Едем дальше. Вот когда надо ездить по ночам. Эка тут фронт накрыл. Кавказский регион. Не детский такой. Дождь, вот ливень. Цвета музыка, но сейчас немножко попритихло. Уже вот в Кабардино-Балкарии, старый черек. Паша, салам от тебя передаем. Пламенный. Традиция. Ветрище такое тут походу был. Деревья валяются. Пару этих даже баннеров. Заваленных видел. Ну а про ветки вообще молчу. Ну там где-то и среди деревьев едешь. Такое, да вообще все услано ветками на дороге. Хорошо там никакой брусок не прилетел в лобовик. Но здесь цветомузыка закончилась. А так ехал вообще, глаза заболели. Как вот лампочка, знаете, такая. Испорченная дома. И начинает там мергать туда-сюда, туда-сюда. Вот такая же фигня, вот. Так. Череку передал. А сегодня 23-е. 23-е мая. Правда, осталось полчаса. 23-е мая. Время полдвенадцатого ночи. Сейчас будем думать, где нам спать завалиться. Потому что ехать туда к выгрузке 100 км остается отсюда. Но я не вижу смысла там, может, не встать. Еще что-нибудь на территорию вряд ли пустят. Сейчас подумаем. Все, баксан прошли. 50 км до выгрузки в Пицегорске. Если я не ошибаюсь, вот это вот большая стоянка. То есть тут заправка и в Киеве. У нас тут стоянка большая. Да, Россия. Я думаю, что, наверное, надо заезжать. Потому что за Малкой там уже стоять негде. Или это не здесь, или нет здесь. Да. Большой паркер. Паркинг здесь. За Малкой стоять там негде. В Санкт-Петербург ехать уже никакого смысла не вижу. Где там пустят на территорию, куда не пустят стоять на дороге. Поэтому вот, а тут я смотрю, большой паркинг такой. А вот эти скотолозы со мной границу переходили. Но они пустые. Может мы тут рядом с ними и станем. А только развернемся. Куда-нибудь здесь затолкаем сейчас заново. Все тогда, братцы. Большая стоянка. Вообще просто огромнейшая. Не знаю, платные или нет. Я, если честно, не в курсе. Придут, заплатим, не придут. Не будем платить. Все тогда. Сейчас в 12. Завтра в 9. Выйдем. Пока туда-сюда к 10 приедем на выгрузку. По 11. Поедем 1,2 километра. Все, паркуемся и будем спать. На следующем повороте нальем. Погодка как раз для хорошего сна. Погодка. Пока. Продолжение следует...